Здравствуйте! Это Сумма за неделю. Несколько событий из недавнего прошлого про самые настоящие. Сегодня в выпуске. Школа, школа, ты зависла. Родители больше не стоят в очередях, чтобы записать детей в первый класс. Они роняют сервера, что опять неладно. У входа в супермаркет сиротливо стоит и продает собственные книжки. Некогда всеми любимая сказочница. Как журналисты, зрители и просто любители ее истории помогли 89-летней Вере Сибиревой снова выйти к читателям. Самый веселый репортаж этой избирательной кампании. Обаятельный и насмешливый Сергей Максимов отправился на встречу с коммунистом Грудининым. И снова 1 февраля случилось вчера. И снова большинство горожан мирно спали, потому что ничего не приключилось. Но только не родители первоклассников. И эти год из года разные люди ведут себя одинаково, одинаково дико и отчаянно. С первыми ударами часов около полуночи они бросаются к школам занимать очереди. Сидят с трех компьютеров в интернете дома, чтобы подать документы в лучшую, на их взгляд, школу через сайт. И раз за разом все более или менее спокойно записывают детей в школу. Но нервов тратят неимоверно много. Нельзя сказать, что процедура не становится легче. Ну и что она стала простой, логичной и всех устраивающей, тоже не скажешь. Прямо сейчас расскажем, через что опять пришлось пройти родителям, которые хотят для своих детей лучшего образования, а значит лучшей судьбы. Все время как бы выскакивает вот эта вот надпись, что-то пошло не так. Теперь это у нас будет просто шутка дня, шутка кода. О том, что что-то пошло не так, Александра узнала и без подсказки портала. Едва началась запись детей в первые классы, сайт госуслуг по старой недоброй традиции отказался работать. Электронная система едва не довела мам и пап до нервного срыва. Я второго ребенка записывала, ничего не поменялось. Четыре года назад было, так же сейчас. Я дошла до улицы и все, и меня выкинуло сайт. И все, я потом вообще не могла сойти. А что-то пошло не так. Сайт писала, да. Чтобы мы видим, они не сильно злились, но это злило еще больше. Все пошло так, как надо, лишь спустя час. Но к тому времени большинство мест в популярных школах уже заняли везучие родители. Даже многим прописанным в этом районе детям пришел отказ. Написано в заявлении отказано. То есть мы до сих пор, вот сейчас мы в неведении вообще. Ребенок где? Причем школа эта у нас единственная. Мы тут постоянно прописаны. Она прикреплена. И у нас других вариантов не было. Бороться за место, за партой родителям будущих первоклашек приходится уже 7 лет. Тогда сменился принцип зачисления. И детей в екатеринбургские школы стали брать не по прописке, а в порядке живой очереди. У каждого дошкольника появился шанс попасть не в посредственную началку во дворе, а в престижную гимназию или лицей. Самые популярные мамы и папы брали штурмом. Дежурили возле дверей ночами и в прямом смысле шли в приемную комиссию по головам. Отойдем назад! Несколько лет в первый день приемной кампании у двери элитных учреждений случались давки. Поэтому в 2012-м чиновники вернули территориальный принцип зачисления. Детей, живущих рядом со школой, принимали в первую очередь, а для желающих оставались свободные места. Тогда же появилась проблема фиктивных прописок. Родители покупали регистрации для своих чад, чтобы во что бы то ни стало пристроить их желаемое заведение. Многие считают, что обучение в лицее автоматически делает из ребенка гения. Но психологи умоляют не оказывать детям медвежью услугу. Малыши могут не справиться с нагрузкой и вместо углубленных знаний получить кучу комплексов. Хорошо бы, чтобы это была та школа, в которой ребенку будет комфортно и которая сможет его сделать более уверенным и более успешным. Чтобы справиться с искусственным ажиотажем, в 2013-м набор первых классов в некоторых элитных гимназиях был приостановлен, а детей решено было поставить в электронной очереди. Регистрировать будущих первоклассников родители стали через портал госуслуг. Но в полную силу система не работает до сих пор из-за проблем с серверами. Каждый год оператор называет одну и ту же проблему масштабного сбоя, но решить ее почему-то не может. В настоящее время приняты все необходимые меры, чтобы впредь подобных сбоев не происходило. По нашим данным, количество черновиков, созданных до начала записи, превышало количество детей. Одного аккаунта создавали до ста черновиков в первый час работы портала. Поэтому, к сожалению, такая нагрузка сродни хакерской атаки, она подрывала работоспособность. Ожидая подвоха, и в этом году многие родители накануне легли спать. А рано утром пошли занимать живую очередь в школы. Штурмом их нынче никто не брал. Взрослые записали список и терпеливо ждали 8 часов. Вот, например, возле 18-й школы в 7.30 утра только мы. Никого из родителей нет. Очередь только бумажная. Судя по ней, мама и папа здесь были в 3 часа ночи. В приемных комиссиях признаются, что ждали худшего. Наученные горьким опытом, педагоги приготовились держивать натиск родителей первоклашек. Но то ли желающих оказалось меньше, то ли многие все-таки смогли зарегистрировать чат через интернет. Утро оказалось добрым, это приятно. Все спокойно, ну сколько, 5 человек. То есть, поэтому думаем, что день будет хорошим. На сегодняшний день принято уже 13,5 тысяч заявлений. Списки первых классов сформируют в ближайшие 5 дней. Тем, кто не попадет в выбранную школу, не придется ждать лето. Мама и папа немедля смогут подать документы в другое учебное заведение в округе. И на сей раз боев быть не должно. Сказка со сказочницей случилась на этой неделе. Как было дело? У супермаркета эконом-класса на вторчермете стояла немолодая, скромно одетая дама с книжкой в руке на продажу. И в этой даме узнали автора этой самой книжки, 89-летнюю писательницу Веру Сибиреву. И буквально за несколько дней, благодаря журналистам, зрителям, просто любителям ее истории, случилось так, что сбылась мечта Веры Васильевны. Подробности прямо сейчас. Это вы? Да, это я, Вера Сибирева. Это я. Вот, уже поинтереснее. Своё творчество в народ Вера Васильевна несёт сама. У торгового центра на вторчермете ветеран войны уже неделю продаёт написанные ею сказки. Эти тоненькие брошюры на самом деле неисчерпаемый кладезь мифов и легенд об Удмуртии, родине писательницы. Язык этих сказок отличается тем, что они именно сказочным разговорным языком написаны, певучим языком, языком таким, каким разговаривали в период моего детства. Вот. И эти сказки я слышала от своих дедов-прадедов. Давай, почитай. Сказы и сказки. Почитай, только книжечку не выбрасывай, ладно? Главный труд своей жизни Вера Сибирева отдаёт практически за бесценок. 30 рублей за книжку. Вырученные деньги откладывает на печать полного красочного издания своих сказов. Бабушка почитала, чтобы выпустить добротное собрание сочинений с картинками и на хорошей бумаге, нужно полмиллиона рублей. Сумма астрономическая, тем более для пенсионерки. Но Вера Васильевна верит в себя. Мне никто не даст, ну я пенсионерка, кто мне даст деньги, какие спонсоры, дают только деньги тому, от кого прибыль могут получить. Поэтому мне нужно самой накопить деньги и самой сдать. Но всё произошло, как в сказке. Во вторник писательница проснулась знаменитостью. Благодаря интернету и журналистам о ней узнали сотни тысяч человек. Теперь за книжками Веры Васильевны, которую на форумах называют просто ВВ, горжане специально едут на вторчермет. Тираж брошюр, выпущенный ещё в 96-м году, стремительно тает. Молодец. Она занята, она как бы жизнь продлевает свою, своими сказками и всё прочее. И она говорит, вы приобретите сказки. Я говорю, вы знаете, а кто автор? Я говорю, я не познаю такого автора. Она говорит, это я. И меня так и защемило немножко, думаю, ну ничего себе, человек стоит, продаёт свои сказки. Писать Вера Васильевна начала ещё в детстве. Пробой пера были фронтовые письма, которые она отправляла солдатам для поддержания боевого духа. Потом о сочинительстве пришлось на долгое время забыть. Учёба, работа, семья. Лишь на пенсии горожанка вновь взялась за старое и старинное. Начала записывать услышанные в детстве удмуртские сказания. Люди сказывают, будто летел лебедь смертельно раненый. Разнесли ветры буйные, перья белые, лебединые, по земле далёкой. А холодной землёй погребли их снега сыпучие. Герои её сказок – боги водяные и русалки. А также прототипы родных, близких и односельчан Вера Васильевна. Был парнишечка такой шустренький, да восторглазенький. Василием звали. Так вот, образ Василия у меня – это прототип моего папы. Писательница гордится тем, что это не просто сборник сказок, но и своеобразный словарь фразеологизмов, оборотов, которые давно вышли из употребления. Но автор разъясняет их смысл. Вот, например, киндяк, киндячный, кафтан особого покроя, красный кумачик. Чтобы сохранить историю, бабушка мечтает издать полный сборник своих сказок с графическими иллюстрациями, которые нарисовала дочь Светлана. Она скончалась в прошлом году. Все были в ту пору, это вот давным-давно, это вот жили. Как начинается, с какой вот заглавной буквы, вот такие будут. История самой сказочницы покорила горожан. С бабушкой ищут встречу, ее готовы печатать, причем издатели и поклонников больше интересуют старые брошюры. В понедельник у Веры Васильевны дебют. Она проведет творческую встречу с читателями. Будет говорить о том, что так старательно сеет. О добром и вечном. Сейчас, я считаю, в наше время очень много криминала, зло быть друг на друга. Здесь сказки только о том, что зло всегда погибает, а добро торжествует. Это еще не все, что мы хотим вам рассказать. Смотрите после рекламы в программе «Сумма за неделю». День первого президента, как в берлоге ельцинизма, встретили день рождения Бориса Николаевича. Самый веселый репортаж этой избирательной кампании. Обаятельный и насмешливый Сергей Максимов отправился на встречу с Павлом Грудининым. Памятники оставить, область и улицы города не переименовывать. Поэтесса Александра Аксенова внезапно встает на защиту большевистских символов. Оставайтесь с нами, мы вернемся после очень короткого перерыва. Это «Сумма за неделю». Несколько сюжетов из недавнего прошлого про самое настоящее. Давайте продолжим и всю вторую часть программы поговорим про политику, но необычным для этой темы образом, местами даже с юмором. Для начала о Борисе Ельцине, у которого вчера был день рождения, и эту дату шире всего отмечали, конечно, в Екатеринбурге, в президентском мемориальном центре. Кто и как поздравлял, давайте увидим прямо сейчас. Сегодня он снова в центре внимания. Ровно 87 лет назад в этот день родился будущий первый президент России Борис Ельцин. В семье Ельцина в день рождения Бориса Николаевича, как и других членов семьи, абсолютно каждый раз отмечали, отмечали с шутками, весельем. И для нас это продолжает оставаться таким очень позитивным, очень замечательным, теплым праздником. И сегодня мы представим новый жанр, новый формат экскурсии. Это фотоэкскурсия. Мы посмотрим на фотографии, как это, например, Борис Николаевич на рыбалке. Он очень любил рыбачить и зачастую вылавливал огромное количество. Они с Нейной Осиной даже соревновались время от времени, как оба таких любителей рыбака. Еще одна прекрасная фотография с их отпуска. Однажды, еще когда Борис Ельцин очень упорно работал в Свердловске, Нейна Иосифовна ему заметила, что, Борис, ты очень мало времени уделяешь семье. На что он ответил, запомни, на первом месте у меня всегда работа, а только на втором месте семья. Он был настоящим трудоголиком и вгрызался в дело на все 100, наверное, 50%, на все возможные силы отдавал работе. Но когда он ушел на пенсию, он сказал мне не осень, а вот теперь семья у меня на первом месте. Деревянная скульптура не просто дружеский шарж. Этот подарок от однокашников к юбилею, он был подарен на 60 лет Борису Николаевичу Ельцина, еще и хранит в себе глубокий смысл. Скульптура не валяшка, знак стойкости в любых жизненных ситуациях. В начале 90-х я работала в газете «Московские новости» парламентским корреспондентом. И только-только туда пришла. Меня вызвал главный редактор Егор Яковлев. Я сказал, ты должна пойти на пресс-конференцию Ельцина и задать вопрос. Сказала, окей, какой разговор, конечно. Сказала, нет, ты не поняла. Ты должна задать вопрос так, чтобы его никто не слышал. То есть либо до пресс-конференции, либо после. Я говорю, как вы себе это представляете? Я не в кремлевском поле, я нигде не аккредитована. Как я подойду? Он говорит, меня это не интересует. И идет Ельцин, он меня пропихивает через охранников. И я, значит, своим ростом упираюсь ровно в живот носом Борису Николаевичу. И говорю, Борис Николаевич, у меня вопрос от газеты «Московские новости». Ответьте, а то меня убьют или уволят. Сказала, ну что ж, почему же не ответить? И ответил. Что одно его качество, оно безусловно, оно и человеческое, и политическое. Человек, который мог учиться, и который очень быстро учился, и умел окружать себя людьми, которые умнее его. Это фантастика. Очень мало в жизни руководителей, которые готовы окружать себя людьми, которые в каких-то областях знаний на голову больше себе. Потому что очень хочется выглядеть умным среди дураков. А Ельцин не любил этого. Он хотел быть окруженным умными людьми. Каким он был отцом? Отцом он был строгим, требовательным. Например, каждой дочери, Татьяне и Елене, он завел по блокноту. И каждый день он вносил задания, какие нужно сделать. И дочери старались за день это выполнить. Очень переживали, если вдруг они не справились. Ведь папа будет спрашивать строго. Такой тайм-менеджмент, постановка цели. Самое главное, что он сделал, я так считаю, что это свобода слова. Неоднозначно. И он поднял страну нашу, мне кажется, с колен. То есть, если бы не он, мне кажется, было бы хуже. То есть, если бы выбрали кого-то другого, то, мне кажется, наша бы страна пошла бы на упадок. А благодаря Ельцина поднялась. Если Ельцин стал президентом, если он был в нашем городе, если он родился, значит, так должно было произойти. Надо принимать просто вещи такими, какие они есть. Конечно, личность Бориса Ельцина, так как и личность Михаила Горбачева, несмотря на то, что они были в значительной степени оппонентами, но я считаю, что тот и другой политики, не оцененные современниками. И, безусловно, по достоинству их оценят только с прошествием времени. А сейчас резко переместимся по политической шкале. От либерала-рыночника Ельцина к левым коммунистам, главным соперникам действующей власти со времен распада СССР. А конкретно к человеку, который недавно сделал выпад в сторону Бориса Николаевича. Вчера в Екатеринбург приезжал кандидат от коммуниста Павел Грудинин. Человек, который еще до визита на Урал заставил уральцев говорить о нем тем, что предложил закрыть Ельцин-центр, а здание отдать детям. На встречу политика Грудинина с избирателями мы отправили наши лучшие силы, а именно обаятельного, дерзкого и насмешливого Сергея Максимова. Павел Грудинин Мы отправили на встречу с Грудининым и нас туда не пропускают. Если честно, мне страшно. Такие все агрессивные. Пойдемте, нас уже приглашают в зал. А вы не ходите, вас не приглашают в зал. Я два года пытаюсь внедрить на железной дороге предложение с годовой экономией 20 миллиардов рублей. Чтобы эту экономию потом кто себе прикарманил? Нет, не прикарманил. Если экономия на РЖД составляет 20 миллиардов рублей, значит можно тарифы снизить. А, точно! 2018 год, год столетия комсомола. И у Павла Николаевича мы спрашивали, что вам дал комсомол. И он сказал, что благодаря комсомолу сегодня я... Он выращивает клубнику. Нет олигарху клубнички. Я дежурный по стороне от Павла Грудинина. А что он предлагает в качестве президента? Расскажите, пожалуйста. Он предлагает социальную справедливость. А вы знаете, что он сегодня сказал, что ему очень понравились уральские девушки? Да. А вы знаете, что Грудинину не нравится Ельцин-центр? Будем сносить? Не будем сносить, там будем организовывать детские кружки. И квадраты. Я был на одном мероприятии ночном, прошелся по всему Ельцин-центру, пустой центр. Ну, что? Удивительное дело. Ну, там сейчас организовали банк спермы. Представляете, что мне было? Не слышали об этом? Ужас. И вот для чего он Ельцин-центр нужен? Мы уже не успеем ни с кем поговорить. Все, мы заставляем. Нет, нет, понимаете, что я делаю? Вот. И поэтому сегодня надо, народ ждет. Держите. Рассказывайте. Народ ждет перемен. Занавес аплодисменты. Да, да, да. Грудинин. Депутат Государственной Думы от Сверховской области. Все богатства страны идут, я думаю, вы знаете. Нет, расскажите нам. Офшоры. А, да? Давайте поедем в офшор жить. Есть на что поехать? Нет. Именно поэтому я буду голосовать за Грудинина. Он нам даст денег на офшоры, да? Вы знаете, жизнь устроена не совсем так просто. Вы знаете, кто победил в 2012 году на президентских выборах? Путин? Конечно, победил Путин. Благодаря тому, что у нас отлично работает машина для голосования. Ребята, пойдемте на поиски машины для голосования. Здесь она есть, скорее всего, да? Скорее всего, в зале вот там. Здравствуйте. Здрасте. Тут есть еда? Не знаю. Расскажите нам про бардак и про вранье. Ну, к примеру, есть сведения, которые говорят о том, что Владимира Владимировича Путина давно уже нет в живых. Как это? И что вместо Путина выступает Ленин. Кукла. Артист. Мне кажется, вы про Жириновского сейчас. Коммунисты сразу не любят. Коммунисты сразу не любят. Коммунисты сразу не любят. Коммунисты сразу не любят. Там бьют дяденьку этого бьют. Я в шоке вообще. У вас простуда, да? Ну, выздоравливайте, а цикловиром помажьте. Вы не знаете, почему сейчас вывели дяденьку? Ну, я думаю, что это был провокатор стопроцентный. У вас такая хорошая прическа. Вы были в Швеции? Да. Блин, везет, я не был в Швеции. Откуда у вас столько денег? Я частный предприниматель. Да вы что? Какая прелесть. А пойдемте в президенты. Да нет, что ли. Вы проспонсируете мою кандидатуру. Вы же предприниматель. Съездим в Швецию. Вы кто? Подождите, вы комсомолки? Женихов присматриваете? Вы комсомолки. Хорошо сочетается. Мне идет? Смотрите, вот у нас тут Ленин. А чем вы там занимаетесь? Вот в этом вот вашем движении? Кружке вы там. Мы ищем третьего человека, чтобы создать свою ячейку и как-то начать работать. Слушай, шарфик теплый, конечно, на, держи. А зимой очень-очень хорошая вещь. Продолжаем обсуждать политику с непринемлемо несерьезным лицом. В этом году по поводу тех же самых коммунистов, точнее большевиков, в нашем городе прозвучали спорные инициативы перечислимых. Во-первых, переименовать улицу Володарского в дореволюционную Богоявленскую. Во-вторых, снести памятник Ленину. В-третьих, снести памятник Свердлову. И, наконец, в-четвертых, переименовать всю Свердловскую область. Идеи звучали от самых разных людей, от мэрии до казаков. Наша поэтесса Александра Аксенова не выдержала и решила встать на защиту большевистских символов, перо приравняв к штыку. Вы все норовите снести? Отчего же? Орать бы, но в горле комок. Не трожьте вы наш бабушатник, не трожьте наш милый Свердловский совок. Снести к черту Ленина? Что тут такого? А я без него не смогу. Оставьте вы нам Ильича и Свердлова, и, кстати, верните Ургу. Не нравится башня? Замажьте и звездкой. Оставьте Свердловскую область Свердловской. Пусть чай Володарского дальше живет. Она же ростком с огород. Пусть это звучит, как ворчание старушки. Пусть чай кто-то скажет, что Саша как Плюшкин. Но если на площадь и звать палача, парковка страшней Ильича. Это была «Сумма за неделю». Несколько событий из недавнего прошлого про самые настоящие. Этот и предыдущие выпуски, а еще расширенная версия репортажей из Ельцин-центра есть на нашем сайте якбург.тв. В телеэфире мы будем ровно через неделю. До встречи.